Слава Господу! Вы можете кого-нибудь поприветствовать рядом, что-нибудь тепленькое сказать, такое сказать? Слава Господу, что мое имя записано в книге жизни. Аллилуйя! Слава Иисусу! Слава Иисусу! Я вообще сегодня слышал одно свидетельство человека, который свидетельствовал, он, я не знаю, он вообще в какую церковь ходит, но он где-то на книжку Хегина взял, кто-то ему, может, наше кто-то дал, и он там рассказывал, он даже не понимал и имя, и фамилия даже из Коверкова, я говорю, Хегин, наверное, он говорит, да. Так он рассказывал о том, как Хегин, в 33-м, кажется, его было видение, он попал в ад, его Господь привел это, и он говорит, ты представляешь, с мужчиной что было? Я говорю, я так благодарен Богу, когда я его послушал, я так сказал, Господь, я так благодарен Тебе, что мое имя записано в книге жизни. Я так благодарен Богу, что я не иду в ад. Аллилуйя! Знаешь, что бы ни происходило в жизни, тебе каждый раз, даже если ты ошибаешься, беги в Дом Божий, наслаждайся присутствием Бога, взыщи его, как никогда, толкай себя, знаете, на подвиг во Христе, всегда свою душу туда толкай в присутствие Божие. Даже если душа твоя не хочет славить, говорит, иди, душа, славь Господа, знаете, сам себя затаскивай прямо туда, к престолу милости. Аллилуйя! Сам себя, проявляй свою, знаете, смекалку еврейскую. Аллилуйя! Потому что ты избранный Богом. Аминь! Евреи, по сути, это избранные люди Богом. Ты избранный Богом человек, чтобы толкнуть себя вот в это присутствие Божие и сказать, славь, принимай. Может быть, не понимаешь, но слушай внимательно Слово Божие. Аминь! Очень важно слушать, что Бог говорит своей невесте церкви, особенно в последнее время, потому что вы видите, что происходит. И как по всем странам мира, по всем континентам, мы видим, как Африка разделилась там уже, ну, как много землетрясений всего. И, знаете, мы живем очень интересно и в последнее время. Оно тяжкое, но Бог обещал, что я проведу тебя, научу тебя всему. Аминь! И сделаю тебя победителем. Аллилуйя! Слава Господу! Бог, созерцая на эту землю, Он увидит людей веры, и это вы. Аминь! Я человек веры. Я верю, что я человек веры. Скажи, я человек веры. И я верю, что Бог меня найдет в вере. Аминь! Слава Господу! Найдет меня во Христе! Найдет меня верным! Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Найдет меня в доме, при выходе и при входе. Я верный пред Господом! Аминь! Я хожу путями Божьими! Слава нашему Господу! Аминь! У нас сегодня мой любимый пастор, я люблю его, обожаю, Саша Козинченко, он из нашей дочерней церкви, из королевца, он приехал со своей святой, с любимой женой, и у него сегодня вообще день рождения, так получилось, слава Господу, Аллилуйя! И я хотел бы, прежде чем он будет служить, я верю, что что-то у него есть необычное, он всегда привозит в Дом Божий самое лучшее, что ему Бог сказал, поэтому ожидайте, ожидайте, включите, вот подключите уже резеточки, а мы хотим от церкви благословить тебя, Саша, с днем рождения, иди сюда, дорогой, слава Господу! Можно громче похлопать, это тебе цветы, и вот такой подарочек, Саша, Библия с золотыми страницами, да благословит тебя Господь, Аллилуйя, слава Господу, слава Господу! Я не знаю, happy birthday, да, слава Иисусу, Аллилуйя! Ну, светочка, это, и мы благодарны Богу за это, что расскажите. Спасибо, паспорт. Аллилуйя! Слава Господу! Спасибо тебе, Господь, за это чудесное время. Возрадовалось сердце мое, когда мне сказали, пошли в Дом Божий. Лучшее время провести день рождения, лучшее время вообще, любое время провести, это в Доме Божьем. А когда ты еще служишь в Доме Божьем, так это вообще... Это привилегия, да, паспорт. Это благодать на благодать, это лучше уже ничего быть и не может. Слава Господу! И у меня есть сегодня, я верю, хорошее слово. Это чудесное слово. Я просто видел, как я этим словом служу здесь. И я верю, что Бог приготовил... Я служил, конечно, этим словом и у нас, в Королевецкой Церкви. Но я верю, что Бог дал это слово именно сюда. И... Аллилуйя! Ожидайте! Сегодня хорошая тема. Тема поклонения. Аллилуйя! Знаете, поклонение, это вообще не просто, ну, можем сказать, ну, классное было поклонение, да? Но поклонение, это не просто какой-то промежуточек, когда мы поем песни. А поклонение, это вообще стиль жизни каждого человека. То есть поклонение, это вообще то, как мы живем, и мы можем жить в стиле поклонения. Наша жизнь, она должна быть в стиле поклонения. У каждого христианина должно быть сердце поклонника. Аллилуйя! И есть особенно... Конечно, ну, это стиль жизни наш, но есть особенно время, когда мы собираемся вместе. Аминь. И у всех у нас есть тайная комната. Мы поклоняемся в тайной комнате. Мы поклоняемся дома. Я верю, что у всех. И время, когда мы собираемся вместе, оно отличается от того времени, когда мы в тайной комнате. Знаете, в тайной комнате это... Мы можем поговорить с Богом, как с другом. Мы можем слышать Его голос. Мы можем размышлять над Его словом, и Он нам может говорить через свое слово. Мы получаем откровение. Это классно. Но я больше хотел сегодня говорить о поклонении в церкви. Аллилуйя! Это особенное время. Знаете, есть что-то в этом, когда ты приходишь в Дом Божий, когда мы собираемся вместе, когда мы собираемся в единстве. Есть что-то в этом особенное. И Бог приходит по-особенному. Аллилуйя! Бог приходит по-особенному. И давайте откроем Слово Божье. Откроем 2 Царств, 6 глава, с 1 стиха. Здесь интересная история. 2 Царств, 6 глава, с 1 стиха. И собрал снова Давид всех отборных людей из Израиля. 30 тысяч. И встал, и пошел Давид, и весь народ, бывший с ним, из Ваала Иудина, чтобы перенести оттуда ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на Херумимах. И поставили ковчег Божий на новую колесницу, и вывезли его из дома Аминадава, что на холме. Сыновья же Аминадава, Оза и Ахиа, вели новую колесницу. И повезли ее с ковчегом Божиим из дома Аминадава, что на холме. И Ахиа шел перед ковчегом. А Давид и все сыны Израилевы играли перед Господом на всяких музыкальных орудиях, и из кипарисового дерева, и на цитрах, и на псалтырях, и на тимпанах, и на систрах, и на кимвалах. Знаете, и смотришь, ну хорошее поклонение, отборные люди, сколько, 30 тысяч, да? 30 тысяч. Отборные люди, отборные музыканты, отборные музыкальные инструменты, непростые, да? А из кипарисового дерева. Много разных музыкальных инструментов. Я думаю, там были лучшие музыканты. И несут люди ковчег Божий. Славят Господа. Все хорошо. Знаете, мы... У нас классные инструменты. Аллилуйя. Это классно. У нас классные левиты. Это классно. Чудесное поклонение. Ну, знаете, у нас, как у церкви, может это войти, как в привычку. Ну, я пришел, попоклонялся. Классно. Все хорошо. Мы собрались вместе. И мы можем выйти еще оценивать. Ну, классное там поклонение было. Или то, что-то слабенько сегодня играли. Сегодня что-то вот... Ну, что-то вот... Ну, знаете, когда мы... Первое, что мы должны понять, что... Когда мы приходим поклоняться Господу, То не группа прославления нам служит, А мы служим Богу в поклонении. Аллилуйя. Аллилуйя. И наше сердце... Знаете, сильно... Ну, потому что Бог приходит по-разному, да? В церковь по-разному приходит. Он может сильно прийти, да? А мы можем просто попеть и разойтись. И ничего вроде бы и не произошло. Конечно, мы живем не чувствами. Конечно, мы живем верой. Но все же... Хочется... Чтоб в Доме Божьем было много славы. Аллилуйя. И знаете, что я скажу? Что не все зависит только от группы прославления. Конечно, от группы прославления зависит много чего. Ну, знаете, я заметил у себя, я сам у себя веду поклонение тоже. Я верю, что будут у нас музыканты, будут левцы. Но на данный момент я веду. И я заметил, что иногда бывает, я вхожу в поклонение, когда репетирую перед собранием, больше, чем когда приходят люди. Потому что, если люди приходят, и они зевают, и они там стоят, что-то еще проснуться не могут, кто-то опоздал. Ты видишь... Знаете, когда ты видишь это небрежное отношение в поклонении, ну, можно даже сказать, не то, что не видишь, а ты чувствуешь, что Бог не хочет на это приходить. Что Бог не хочет на это приходить. Знаете, Богу не нужно что-то кривое, хромое, слепое. Богу, если поклоняться Богу, то поклоняться Богу. Аллилуйя. Если служить Богу, то служить Богу. Если сеять, то сеять. Мне понравилось, как еще Деби, когда приезжала, она говорит, если бы я была грешницей, я была бы самой лучшей грешницей. Потому что, она говорит, если делать, так все на 100%. Аминь. А когда ты, как, извините за выражение, ни рыба, ни мясо, ни теплый, ни холодный, ни горячий, то, знаете, если уже пришел к Богу, то служи Богу. Если же ты в мире, то ты в мире. Аллилуйя. И, знаете, люди, они, ну, пришла обыденность, да? Хоть они не часто ковчег Божий возили, но они классно собрались, они, мы поем песенки, мы славим Господа, ну, даже не песенки, но мы классно поем. Мы славим Господа, ну, все хорошо, все классно. И, знаете, ну, тут что-то происходит, что останавливает это поклонение. Что-то происходит, то, что меняются планы. Давайте прочитаем. И когда дошли до, шестой стих. И когда дошли до Гумна, на Хонова, Оза простер руку свою на ковчег Божий и взялся за него, ибо волы наклонили его. Но Господь прогневался на Озу и поразил его Бог там, там же, за дерзновение, и он умер там, и у ковчега Божия. Смотрите, что происходит. Наклоняется ковчег, волы наклонили, Озе кажется, что он падает, знаете, я читал эту историю, ну, ну, как так, ну, вроде же, ну, хорошее дело должен, ну, дело Оза, вроде же, как, чтобы ковчег не упал. И мы читаем там дальше, что даже Давид опечалился о Бозе. Хороший человек был. Знаете, я читал, я размышлял, думаю, ну, почему так? Мне начали приходить мысли. И мне пришел вопрос на сердце. А как это надо было вести ковчег Божий, чтобы он чуть не перевернулся? Это мы пришли на собрание, поем песни, аллилуйя, слава Богу, все хорошо. Захотел, вышел, захотел, зашел, захотел, пообщался с кем-то по ходу. Нормально, аллилуйя, слава Богу. Одной рукой славлю, а другой, а, слышишь там. Все нормально. Мы привыкли. Аллилуйя. Мы привыкли к Богу, мы привыкли к присутствию Божьему. Мы, знаете, к присутствию Божьему невозможно привыкнуть. Богу не нужно. Хромое, кривое, слегкое. Знаете, я посмотрел в словаре Стронга слово дерзновение, потому что Писание говорит, что Оза был поражен за дерзновение, то это не то дерзновение, не то слово, о котором говорится, что мы приходим к престолу, милости, благодати, с дерзновением. Это слово другое. Оно означает дерзость, пренебрежение и своеволие. То есть дерзость, пренебрежение и своеволие. Знаете, среди этого все же шествия чего-то не хватало. И знаете, чего не хватало? Не хватало страха Божьего. Не хватало страха Божьего. Понимаете, что такое страх Божий? Это не то, что мы панически боимся Бога. Бог добрый. Аллилуйя. Но это наше отношение к Богу. Это благоговейное хождение перед лицом Божиим. Страх Божий это благоговейное хождение перед лицом Божиим. Почитание Бога. Почитание Бога, какой Он есть. Он есть Бог. Он измеряет всю вселенную пятью. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, и когда мы размышляем о величии Божьем, то у нас мозги становятся на месте, как говорил Давид, он размышляя над этим, он говорит, кто есть вообще человек? То есть сын человеческий, что ты помнишь его, что ты... говорит, я вообще меньше порошинки, меньше пустоты по сравнению с тобой. Аллилуйя. Знаете, я слышал выражения, когда люди говорят, ну я там говорю, Бог, слушай, там это, ну вы так не повторяете, это мои отношения с Богом. Знаете, я не верю в чьи-то отношения такие с Богом, вот такие пренебрежительные. Конечно, мы не будем повторять. Аллилуйя. Он уже в этом мудрость. Начало мудрости, страх Господень. Аллилуйя. Мудрый человек будет приходить к Богу в страхе Божьем. Аллилуйя. Это не значит, что мы его так боимся. Мы свободно ходим, без чувства суждения. Я свободно могу поднять руки Господу, славить Его, сказать, Боже, папочка, я так тебя сильно люблю. Но я понимаю, кто такой Бог. Он есть Бог, сотворивший небо и землю. Аллилуйя. Все в воле Его. Он что хочет, то и делает. Аллилуйя. Но же он есть Бог. Аллилуйя. Знаете, и что-то пришло в этой ситуации. Что-то хорошее. И это хорошее, это страх Господень. Потому что, я скажу так, без страха Господнего невозможно поклониться Господу, как должно поклоняться. Чтобы поклоняться Господу, должен быть у человека страх Господень. Это почитание Бога. Потому что, если ты приходишь без почитания Бога к Богу, то ты промазал, ты не попал. Аллилуйя. И смотрите, что происходит. Девятый стих. Ну, с восьмого. И опечалился Давид, что Господь поразил Озу. Место сие и до ныне называется поражение Озы. И устрашился Давид. Знаете, что-то произошло, что изменило ход всех событий. И устрашился Давид в тот день Господа. Это хорошо. Аллилуйя. Бояться Господа, это хорошо. Знаете, мы можем об этом не говорить. А как же так? Мы можем бояться людей, чтобы людей так не зацепить их, их нею самооценку. Чтобы им было хорошо в душе. Чтобы они чувствовали только радость. Ну, знаете, иногда печаль это производит плод покаяния. И это хорошо. Тоже. Аллилуйя. И устрашился Давид Господа в тот день. Это хорошо. И сказал, как войти ко мне ковчегу Господню. И не захотел Давид везти ковчег Господню к себе в город Давидов. А обратил его в дом Аведара Гефинянина. Обратно Давид промазал. Знаете, страх Господень, он не предназначен нас, не предназначен нам для того, чтобы отдалить нас от Господа. Страх Господень предназначен для того, чтобы изменить наши отношения к Господу. Но не для того, чтобы отдалить нас. Знаете, люди, когда не понимают страх Господень, они делают неправильные вещи. Они говорят, так, нельзя мне причастие принимать, потому что я сейчас недостойна. Вдруг я умру и подобные вещи. Поэтому я сейчас недостоин причастия принять, я боюсь Господа, я вот буду, чтобы было все чинно и благочинно, я вот не буду. Знаете, это не то место, где ты можешь измениться наедине сам с собой. Измениться ты можешь только в присутствии Божьем. Если у тебя какие-то проблемы с грехом и к тебе приходит страх Господень, то в страхе Господнем ты должен прийти к Богу. И Господь тебя изменит. Господь тебя до силы измениться. Взирая на Его славу, мы преображаемся. Аллилуйя. Это как раз время, когда тебе нужно бежать к Богу. Если проблемы со грехом, это время, когда нужно бежать к Богу. Только в Нем есть свобода. Только в Нем есть все, что нам нужно. Во Христе Иисусе мы становимся целостны. Аллилуйя. В Нем мы имеем полноту жизни. В Нем мы имеем все. И Давид вместо того, чтобы изменить отношения и что-то изменить в этой ситуации, начать по-другому действовать, он говорит, нет, я лучше буду от Господа держаться чуть-чуть подальше. И смотрите, что он делает. И сказал, ну конечно интересно, пусть кто-то другой лучше пострадает. И сказал, как мне войти ковчег Господню и не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефинянина. Пусть он до Авидара пойдет, а там посмотрим, что будет. Останется живем или не останется, там увидим. И что интересно, и оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефинянина три месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давида, царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Смотрите, принесли ковчег в дом Авидара. И что происходит? Три месяца. Три месяца. И Писание говорит, что Господь благословил все у него. И так благословил, что люди, видевшие, что произошло в его доме и с его домом, вообще с его жизнью, люди, глядя на его дом, то, что произошло всего лишь за три месяца, они прибежали к Давиду и донесли, что Господь сильно благословил дом Авидара. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, когда есть правильное отношение, у человека, то он будет благословен. Не надо никогда бегать от Бога. Не надо никогда бегать от Бога. Только в нем есть благословение. Только в нем есть все, что нужно человеку. Только в нем нашем Господе. Аллилуйя! слава Богу! За три месяца. И Давид увидел и он что-то меняет. Он понял, что ему не надо отдаляться от Господа, держаться подальше. Он понял, что что-то нужно менять. Аллилуйя! что это произвело? Вообще вот эти перемены. Мы сейчас дальше пойдем, что он поменял. Но вообще что произвело перемены? Обратно мы вернемся к страху Господнему. Потому что страх Господень это то, что приносит нам благословение. Это знаете, как якорь для нашей жизни, который не дает нам упасть. Давайте посмотрим Деяние. Первую главу 11 стих. Деяние первая глава. Знаете, иногда только пятая глава с первого стиха. Знаете, иногда только после поражения какого-то приходит страх Господень. И знаете, это место редко о нем говорят. Оно не популярно. А если говорят, то как-то вот мы будем читать Занания и Софиру. Деяние пятая глава. Ну, я слышал такие высказания, что это было ветхозаветнее помазание. Это просто еще Петр двигался по ветхому завету, его мышление не изменилось и так дальше, и тому подобное. Но знаете, глядя на плоды даже тех людей, от которых я слышал, я вижу, что что-то здесь не так. И глядя на плоды, которые произошли после поражения Анании и Софиры, я вижу здесь руку Божию. Почему? Потому что если вы потом дальше почитаете, мы видим, что церковь росла, все было классно, Бог прикладывал, все ходили в страхе Господнем, и церковь умножалась каждый день. Я вижу хорошие плоды. Давайте прочитаем. Некоторый же муж именем Анания с женой своей Софирою продав имение, утаил из сыны сведома и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал, смотрите, во-первых, Петр исполнился Духа Святого. Он не знал, что там происходило у них. Эти все подковерные дела Петр не знал. И он двигался в тарах. Поэтому сказать, что это верхозаветное помазание, двигался, на нем был Дух Святой. Он двигался после Дня Пятидесятницы. Аллилуйя. И он двигался в тарах. И он говорит, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав свои слова, Анания пал бездыханным и великий страх объял всех слышавших это. Похожая история, да? И великий страх объял всех слышавших. Ну как? Ну не может быть, чтобы это Бог. Это Бог. В Новом Завете это Бог. И знаете, посмотреть на Петра, он тоже серьезно согрешил, да? Но Бог его простил. Посмотреть на Ананию и Сафиру, тот же Петр, на ком явлена благодать и прощение, он высвобождает помазание, которое поражает Ананию. Как так происходит? Потому что он Бог. Он видит глубже. Он видит сердце человека. И можно сказать, ну где же вот эта грань, чтобы сказать, когда человек может потерять спасение? И много об этом споров. Когда человек не может потерять спасение? Может, не может, и много дискуссий, много споров. Ну что я бы сказал, зачем Зачем ходить по этой грани? Зачем тебе знать, где эта грань? Зачем ходить по краю пропасти, обрыва? Зачем? Бойся Господа, удаляйся от зла. То есть удаляйся от зла, это значит, не стой на краю пропасти. Не стой там, где бездна. И говорит, я с краю постою, Бог меня простит. И дальше меня Бог простит, и дальше меня Бог простит. А ты не знаешь. И поэтому, как я скажу, если меня кто-то спросит, что ты думаешь, когда человек может потерять спасение? Я скажу, не знаю. Я просто туда не хочу ходить. Я просто туда не хочу ходить. И я всеми силами стараюсь удаляться от зла. И, конечно, мне помогает Господь. Конечно, я не говорю о самоправедности. Конечно, я не говорю. То есть это понятно, что только в Боге перемены. Только Бог дает нам благодать измениться. Но есть наша ответственность. Ходить перед лицом Божьим. Страхи Господни. И смотрите, услышав все слова, она не опал без дыхания. Меликий страх объял всех, слышавших это. И встав юноши, приготовили его к погребению и вынес, похоронили. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. Петр же спросил ее, скажи мне, за столько ли продали вы землю? Она сказала, да за столько. Тоже интересная ситуация. Я думаю, как бы и я поступил бы в этой ситуации. Тут только что такое произошло. Идет жена. Я думаю, я, наверное, сказал бы, слушай, тебе нужно покаяться. Тут вот такое вот произошло. Как-то бы старался бы утешить ее. Как-то бы старался бы показать. Но я вижу, что Петр, он прямо как провоцирует ее. Как провоцирует. Он говорит, слушай, ты за столько продала. И на что она отвечает? Она сказала, да, за столько. Но Петр сказал ей, что это согласились вы, искусить Духа Господня. Вот входят в двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила Дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвую. И вынес, а похоронили подле мужа ее. И великий страх объял всю церковь, и слышавших это. Если дальше мы почитаем, то мы увидим хороший процесс, который происходил в церкви. Возможно, кто-то может сказать, что ты тут страх нагоняешь. Я читаю Новый Завет. Я всегда, когда такие вещи проповедую, я как прячусь за Бога. Это не я. Это Слово Божие. Я же здесь ни при чем. Я же ничего своего не добавляю. Я просто прочитал историю из Библии. И мы можем придумывать какие-то вещи, что что-то тут произошло не по воле Божьей. Но я вижу руку Божью на всем этом. Я не верю, что Бог убьет человека по моей воле. Без своей воли. Он любит человека, он не хочет учитывать ему смерти. А я тут такой молодец. Выйду, у меня тут помазание, которое я могу делать, что хочу. А ты не можешь делать помазанием все, что ты хочешь. Ты можешь делать помазанием только по воле Божьей. Аллилуйя. И без его воли ты никуда не двинешься. Аллилуйя. Поэтому страх Господень, это то, что приносит прорыв. На самом деле, я не боюсь говорить о страхе Божьем, потому что я вижу, что в страхе Божьем всегда происходил прорыв. Только у нас должно быть правильное понимание страха Божьего. Потому что, когда мы смотрим на страх Божий, что Бог, Он какой-то вот такой, что хочет всех побить, и вот эта Его воля, вот это Его желание, то у нас вообще нет понимания Бога. Бог, Он добрый. Аллилуйя. Бог добрый. Бог добрый. Но Он святой. И Он Бог. Он Царь всей Вселенной. Он тот, кто измеряет Вселенную пятью. Аллилуйя. И я вижу, как Петр, Он просто не смотрит на человека, а Он смотрит на Бога, чтобы угодить Богу, и поступает не так, как Он думает, как Ему жалко или не жалко. Он смотрит и поступает в соответствии со святостью Божьей, что от Него требует святость Божья. И простекает в Духе Божьем. Аллилуйя. Слава Иисусу. И мы видим, в этой ситуации тоже происходят перемены. Давайте еще прочитаем одно местописание. Это Откровение. Откровение. 15 глава. С 1 стиха. Откровение 15 глава, с 1 стиха. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божья. И видел я, как бы, стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, Аллилуйя, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божьи, и поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Ангца, говоря, «Велики, чудны дела Твои, Господи, Божий Вседержитель, праведные истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся при Тобою, ибо открылись суды Твои». Аллилуйя. Это классное поклонение. И здесь, и они поют, они говорят, «Кто не убоится, тот не может прославить Тебя». Без страха Божьего, если человек придет, ну, вы же обратно, я хочу остановиться и сказать, чтобы мы правильно понимали страх Господень. Как я вначале говорил, это благобейное хождение перед лицом Божьим. Он наш бабочка. Он добрый. Он многомилостивый. Есть кровь Христа, которая омывает нас, которая очищает нас. Ну, у нас должно быть благобейное почитание Бога. И Писание говорит, что кто не убоится, он не может прославить его. Почему? Потому что без почитания Богу твое поклонение не будет принято. Если человек приходит в церковь, он смотрит на группу прославления, говорит, «Ну, что вы тут мне сейчас сегодня споете?» Ну, это песня какая-то, ну, слабенькая. Ну, здесь как-то вы слабо, я сильнее там, еще что-то. Поймите, мы не пришли в церковь, чтобы группа прославления послужила нам. Мы пришли в церковь поклоняться Богу, служить поклонением Богу, где каждый человек служит, поклоняясь Ему. Аллилуйя! А группа прославления, они помогают нам и ведут нас в поклонение в самое святое святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Поэтому, как вы думаете, может ли Богу понравиться, когда люди в церкви, они пренебрежительно относятся, они просто относятся к поклонению как к каким-то песенкам? Может ли Богу понравиться, когда мы решаем свои какие-то вопросы во время поклонения? Может ли это понравиться Богу? Нет. А Он святой, Он вседержитель. И кто не убоится, кто не может прославить Господа? Аллилуйя! Слава Иисусу! И давайте посмотрим. Приходят перемены. Аллилуйя! Приходят перемены. Что меняет Давид? Давайте посмотрим. Происходит совсем все по-другому. Вернемся обратно в этот царств. Шестую главу. Второй царств. Извините. Второй царств. Шестая глава. С 12 стиха. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов. Здесь страх Господень меняет ход событий. Знаете, страх Господень не был предназначен, чтобы Давид убежал от ковчега Божия, отдал его куда-то и говорит, как войти к ковчегу Божию, ко мне в город, я не могу, я лучше буду держаться от Бога подальше. Нет. Страх Господень предназначен был для того, чтобы приблизить Давида к себе. Бог его хотел приблизить и весь народ хотел приблизить. И мы видим, что в книге Деяний Бог через страх Господень приблизил к себе церковь. И в церковь пришел прорыв еще больший. Аллилуйя. И смотрите, все меняется. С 13 стиха давайте посмотрим. И когда несшие ковчег Господень проходили по шести шагов, он приносил в жертву тельца и овна. Аллилуйя. Что-то начинает меняться. Что-то начинает меняться. Я не знаю, какое расстояние они несли. Не знаю, сколько временем нужно было идти, чтобы через каждые шесть шагов раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это небольшое расстояние. И через эти шесть шагов приносили тельца и овна. Аллилуйя. Как вы думаете, при таком ходе событий мог перевернуться ковчег? Думаю, у них уже не могло возникнуть такой ситуации. Аминь. Еще что я скажу, что поклонение, оно всегда связано с даянием. Потому что Слово Божие говорит, где сокровище ваше? Там. И сердце ваше. Это лакмусовая бумажка сердце. Деньги. Жертвенность. Исход 23.15. Написано, «Наблюдай праздника пресноков. Семь дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время, месяца Авива. Ибо вон нам ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицом Мое с пустыми руками». Даяние является поклонением Богу. Никогда не относитесь к даянию как к чему-то такому, как между прочим. Даяние – это поклонение Богу. И здесь первое, что меняется, это много жертв. Много жертв. Теперь, смотрите, они несут ковчег. Через каждые шесть шагов Тельца и Овна. И они идут. Как вы думаете, когда они оборачивались назад, какую картину они видели? Через каждые шесть шагов. Они несли Тельца, они приносили в жертву Тельца и Овна. Я думаю, это был путь крови. Все было в крови. Это не выглядело привлекательно. И когда они приносили, они понимали, что это такое. Они понимали, что на месте этих животных должен быть я. Это за мой грех. Это для того, чтобы я был прощен. Это для того, чтобы я был принят. И когда они поворачивались, они видели милость Божия. Милость Божия. Они видели милость Божия. Это не была привлекательная картина. Но в этом явилась милость Божия. В жертву. Потому что это была жертва за их грехи. Это было много жертвы. Это было много грехов. Это было много смертей. И не понимали, что это все за них. Для оправдания. И когда они смотрели на это, они видели милость Божию. Они видели прощение. Потому что Слово Божие говорит, без пролития крови нет прощения. Они знали, за кого течет эта кровь. Они знали, за кого умирают эти животные. И не знали, что это милость Божия к ним. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Приносили в жертву Тельца и Овна. Давид скакал из сей силы перед Господом. Аллилуйя. Что-то меняется. Мы не просто поем песенки. Мы не... Знаете, когда приходит страх Господень, то ты уже не славишь Господа, чтобы красиво как-то выглядеть перед глазами других людей. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Знаете, тебе уже все равно кто о тебе что думает. тебе важно как смотрит на тебя Господь. И что-то начало происходить. Аллилуйя. Они видели милость Божию. Давид скакал, зная, что он помилован, зная, что могло бы быть с ним, если бы не милость Божья, если бы святость Божья пришла бы в его жизнь. Он увидел, что приходит, когда святость Божья приходит без жертвы в жизнь человека. Он видел Озу, но он видел эти жертвы. И он знал, что святость Божья она не будет попиять к суду, потому что есть жертва, есть милость для меня. И он славил Господа за милость Божью. И Писание говорит, что он скакал, что есть силы. Знаете, это не просто вот так, это со всей силы. Аллилуйя. Изо всей силы Давид скакал. Как мы приходим к Господу? Аллилуйя. Как мы приходим к Господу? Слава тебе, Господь. А как там твои дела? Как там дети? Аллилуйя. Как там песни? Ну так ничего. Или ты становишься перед Господом? Я славлю тебя, Господь, за твою великую милость, за твою великую благодать. Или ты созерцаешь кровь Иисуса Христа, которая мыла тебя, очистила и сделала белее снега. И славишь Господа за то, что я чист перед Богом, за то, что мои грехи, они не просто прощены. Мои грехи Господь уничтожил на кресте, уничтожил все проклятие. Весь род мой благословен. И я в Доме Господнем буду славить Господа за Его милость. Аллилуйя. Слава Господу. И Давид из всей силы скакал перед Господом. Одет же был Давид для нояфот. Так Давид и весь дом Израил несли ковчег Господень с восклицаниями. Уже не просто какие-то отборные люди. Весь дом Израилев. Весь дом Израилев. Несли с восклицаниями и трубными звуками. Мы здесь уже не видим просто красивых инструментов. Потому что просто красивых инструментов не будет слышно за восклицаниями миллионов людей, которые славят Господа, скачут изо всей силы, превозносят Его имя. Потому что Он великий. Потому что Он многомилостивый. Он пролил кровь. Мы славили Его. Как мы приходим в Дом Божий? Аллилуйя! Слава Иисусу! И мы видим, что Давид понимает, здесь уже гусли, свирели, тимпаны. Они будут неактуальны. Надо менять группу прославления. Аллилуйя! И Он выводит людей с трубами. Это рог израильский. Кто слышал его звук? Трубный звук, они там и переводятся как звук тревоги. Если вы почитаете перевод в стронга, там и переводится как звук тревоги. Какой там был звук? Когда они брали этот рог, весь народ воскресал. И был трубный звук. То есть это уже какой-то другой звук. Это уже какая-то другая атмосфера. Аллилуйя! Идет ковчег Божий, идет Бог, который называется Царем Вселенной. Мы несем ковчег Божий Господа Саваофа, слушайте все, Аллилуйя, мы, Церковь, славим имя Господа Великого, Который является Творцом Вселенной и Который является нашим Спасителем, Который является нашим Отцом и Царем Царей, мы, Церковь, славим Великого и Святого Бога. Бога, Аллилуйя, видно ли по нам, когда мы славим такого Бога, да будет видно, Аллилуйя. Я верю, что в последнее время Бог изменит поклонение в Церкви, я верю, что в последнее время тут будет мало места, Аллилуйя. И будет много славы излито в Дом Божий, будет много силы излито в Дом Божий. Каждый человек, который будет приходить в Дом Божий, он будет говорить, истинно здесь Бог. Аллилуйя. Мы не славим, просто что-то такое вот, я помню, как когда-то еще только с армии пришел, начал искать работу. И в газете нашел объявление, приглашаем на собеседование, пришел, они включают видеомагнитофон, становится начинает хлопать, херба лайф, херба лайф. Знаете, вот иногда наше поклонение вот похоже вот на такую вот. Мы славим великого царя царей, творца вселенной, который измеряет всю вселенную пятью, пятью. Аллилуйя. Знаете, страх Господень, Он не приносит в нашу жизнь такую вот подавленность, такое вот горе. Ты восклицаешь и радуешься перед лицом Божьим, когда видишь величие Его. Ты в трепете, и это такое классное чувство, когда ты в трепете. Кто был в таком состоянии, он понимает меня. Когда ты в трепете перед Богом, это чувство выше крыши. Потому что в этом Бог приходит тебе как милующий, и ты просто сокрушаешься перед Богом. Ты такой, и за что просто меня ты так сильно любишь. И ты сокрушаешься перед Богом. И это так классно. И это так классно. Аллилуйя. Мы не славим какой-то там Гербалайф, мы славим великого Творца, великого Бога. Аллилуйя. Слава Господу. Знаете, я, наверное, на этом закончу, но хочется еще что-то сделать. Я просто это увидел в духе, как мы славим Господа. Я просто хочу прославить Господа. Я специально лучше где-то чуть-чуть вовремя остановлюсь, где-то что-то не скажу. Давайте сегодня еще прославим Господа. И у нас нету другого прославления. Ну давайте все равно прославим Господа. Есть у нас группа прославления? Есть кто-то? Ладно, ничего. Я не рассчитывал на группу прославления. Так что давайте встанем. Аллилуйя. Очень простые слова. Славьте Бога богов и во благо Господь. Можно как-то вот просто ритм. Славьте Бога богов, и во благо Господь. Славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов. Славьте Бога богов, и будет милость Его. Во веки славьте Бога богов. теперь церковь и бабла господь славьте бога богов и будет по веки славьте бога богов славьте бога и бабла господь славьте бога богов и будет милость его по веки славьте бога богов и бабла господь славьте бога богов и будет милость его по веки славьте бога богов и бабла господь славьте бога богов и будет милость его по веки славьте бога богов и бабла господь славьте бога богов и будет милость его по веки славьте бога богов и бабла славьте бога богов и будет милость его по веки славьте бога богов и бабла господь славьте бога богов и и будет милость его по веки славьте бога богов и выпуск о сном и будут милость его по веки славьте бога 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 Бог ибо благос» славьте бога бога боги и